Привет, друзья мои, это Тимур Ханов и Виктор Александрович Толоконский. Мы продолжаем разговоры, и вторая часть нашего разговора, а первая была в моих новостях, которая выходит каждый день в 12, вторая часть разговора будет касаться политики Новосибирской. Виктор Александрович, вы, конечно, следите за тем, что происходит сейчас в городе, как идет подготовка к выборам. Ну, не скажем, что очень так пристально, потому что все-таки лучше эту ситуацию чувствуешь, когда в ней все время, когда встречаешься с кандидатами, когда там принимаешь участие в каких-то мероприятиях, которые кандидаты проводят. Этого, конечно, у меня нет, но то, что вот есть в средствах массовой информации, то, что там иногда вижу в интернете, вот, ну, то, что знают или могут знать большинство новосибирцев, вот, это я знаю. Из этого вы исходите, да? На днях я проводил опрос среди людей, и спрашивал про те фамилии новые, которые кроме локтя, потому что, ну, локоть-то, понятно, известен. Знают ли люди возможных кандидатов? Они еще не кандидаты, они только претенденты. И вот я вам этот список покажу. А вы скажите, ну, наверное, фамилии вы большинство из этих видели, слышали, о ком вы имеете достаточно ясное представление, вот, из этих людей. Из этих людей я, ну, тоже не хожу, все знаю хорошо, но немножко знаком, безусловно, с Казадоем и знаком с Сергеем Проничевым. Других из этих фамилий я просто не знаю, не знаком, и даже мало что о них слышал. Поэтому, с одной стороны, у меня эти люди вызывают, в общем-то, определенное уважение, что они неравнодушны, что им хочется что-то изменить, что они высказывают свои какие-то пожелания, предложения, и это правильно, и это надо только приветствовать. С другой стороны, начало вот этой кампании еще раз, на мой взгляд, подчеркивает, что у нас нет хорошо организованной позиции, и поэтому каждый из этих людей, преследуя вроде праведные, благие цели, обратиться к новосибирцам с тем, что нужно менять, и с тем, о чем думают многие, я уверен, новосибирцы, в то же время, вот такое большое участие, такой большой список кандидатов, они укрепляют позицию действующего мэра. Потому что выбор один тур. Притом, не только там, ну, создаются там все условия, если бы меня сегодня спросили, если вот эти кандидаты будут зарегистрированы, какова вероятность победы Локтя, я бы сказал, больше 100%. Но в то же время, они не только создают условия для победы действующего мэра, но они еще и психологически укрепляют его, потому что при таком большом количестве кандидатов будет очень большой разрыв между действующим мэром и другими там кандидатами по количеству, по проценту набранных голосов, что, ну, как-то психологически укрепит позиции действующей власти, что все хорошо, люди нас поддерживают, и нужно так держать. На самом деле, менять нужно очень многое. И в этом плане мне хотелось бы, как бы, большего значения чувствовать в этой компании для действующего мэра. Мэр должен пересмотреть, на мой взгляд, там, целый ряд позиций, активизировать движение в самых разных направлениях развития города, добиться укрепления своего бюджета, чтобы можно было решать городские задачи самостоятельно, больше стремиться к доверию и поддержке людей, то есть лучше слышать людей, понимать, что ждут новосибирцы. То есть выбор – это повод для перемен? Конечно, безусловно. Это не просто повод, это обязательные условия. И если про это действующая власть, которая побеждает и переизбирается, забывает, то это всегда приводит к кризису потом власти. То есть перемены обязательны для любой. Как бы высоко себя не оценивали там действующие политики, все равно любой выбор, я всегда это даже называл, это референдум для действующей власти. Для этих кандидатов, для вашего списка – это выборы, а для Анатолия Евгеньевича – это референдум. Как поддержит? Поэтому должен быть настолько активный сейчас диалог с обществом. Нужно настолько очевидно дать сигнал, что я готов к переменам, что для меня первый срок – это в чем-то урок, это в чем-то школа, это в чем-то особый опыт, которого я даже как опытный политик не мог иметь до вот этого времени, до вот этого качества. Поэтому мне, может быть, не столько интересно сегодня там какие-то выборные технологии, какие-то выборные позиции вот этих кандидатов, сколько важна позиция действующего мэра, команды действующего мэра, как и с чем они идут на эти выборы. К вам обращали за советом какие-нибудь кандидаты? Нет, к сожалению, я на самом деле готов был бы с кем-то поговорить, кого-то проконсультировать, может быть, обсудить какие-то предложения, потому что они сейчас самые разные, они такие хаотичные. Понятно, что каждый кандидат хочет транслировать то, что слышит от людей, что понравится людям, но все-таки Новосибирск настолько большой город, что здесь нельзя выстроить политику, даже если хорошо слышать какие-то группы населения, понимать жизнь какого-то микрорайона, там, с какой-то социальной группой. Здесь все-таки очень важен правильный стратегический взгляд. А что такое Новосибирск? А какова миссия, каково предназначение этого города, какой здесь заложен потенциал? Потому что на самом деле Новосибирск необычный город. Я часто действующим политикам подчеркиваю, что так сложилась его история, так Новосибирск развивался еще в советский период, что здесь сконцентрировал небывалый потенциал развития и роста именно вот сейчас, в 21 веке, что здесь настолько интересная структура занятости населения, здесь настолько мощный потенциал науки, образования и культуры, тех сфер, которые сегодня определяют эффективность роста. Ни производственная база, ни какие-то природные ресурсы, а именно интеллект, именно образование, именно наука, именно культура. Вот такая креативность общества сегодня определяет развитие. Все это в Новосибирске с избытком. Все это в Новосибирске гораздо больше, чем в любом другом городе. Даже Москва не может здесь сравниться с Новосибирском, потому что когда огромный мегаполис, когда невольно подавляют проблемы расстояний, пробок, коммуникации, вот этой суеты, в Новосибирске все это есть. Поэтому здесь должен быть дан такой импульс развитию, приниматься такие решения, которые не только дают конкретные результаты, но и меняют настроение. Ведь все равно показателем эффективности политики любой будет настроение молодых поколений. Готовы ли они остаться здесь в Новосибирске навсегда, учиться, работать, творить? Готовы ли молодые люди приезжать сюда со всех уголков России, мира, чтобы здесь тоже учиться, работать? Вот такие вещи. Эти настроения не очень тонкие, их очень сложно улавливать, но власть должна научиться это делать. Вот если я решусь, например, вдруг пойти к кандидатам в мэры, какой совет, пару-тройку советов по программе и по тактике вы бы мне дали? Ну, во-первых, я, наверное, сказал бы вам в самом начале, что участвовать можно, победить нельзя. И я бы тут был откровенен, и я, может, многие на меня обижаются, меня в течение этого года последнего, многие новосибирцы спрашивали, как вы отнеслись бы к моему участию, или еще чему-то. Я, как правило, начинал, что участвовать можно, но победить нельзя. Для того, чтобы победить действующего мэра, ну, во-первых, нужно консолидация вокруг одного кандидата, и этот один кандидат должен быть очень известен, обладать очень мощной биографией. Авторитетом, известностью. Вот, поэтому выиграть можно даже в одном туре, но это предполагает некоторые условия. А второй, я, наверное, бы говорил с вами вот о том, о чем уже сейчас начал говорить, об особой миссии Новосибирска, об особых возможностях этого города, об особом, ну, что ли, человеческом капитале, который есть в Новосибирске. Конечно, я бы говорил о каких-то конкретных вещах, которые включаются в программу. Например, меня всегда там вызывает сомнение, иронию, когда начинают обсуждать, насколько мэр эффективно выполняет там те или иные функции, там, строит, благоустраивает, там. Я бы сказал, ну, подождите, сегодня Новосибирск не может нормально развиваться, если не изменятся базовые условия. У города должен быть больше бюджетов, у города должен был быть больше полномочий. Новосибирск не может жить в общих рамках закона местного самоуправления, когда полномочия и бюджет скорее ориентированы на, ну, на город типа, там, Красука, Барабинска. Вот закон местного самоуправления для каких городов? Для Новосибирска должны быть особые условия, и закон позволяет это делать. Это не надо менять ни конституцию, ни какие-то базовые законы. Надо просто понимание власти субъекта федерации, передать городу целый ряд полномочий, заключив определенные соглашения, закон это позволяет, и увеличить нормативы отчислений некоторых налогов, что тоже решает субъект федерации, чтобы город мог лучше чувствовать свои потребности в развитии. Потому что я всегда подчеркиваю, реализуя национальные проекты, безусловно, развитие будет, но оно будет развитие точно такое же, как во всех других городах. Национальный проект не может уловить вот эту специфику Новосибирска, не может почувствовать эту особенность. Для этого нужны собственные программы, собственный бюджет. Поэтому поговорил бы вот о вот этих вещах. Дальше бы, наверное, сказал, что очень важно усилить стратегический, ну, что ли, аспект политики, стратегический горизонт. Тоже у меня вызывает, ну, некоторое сомнение и горькую иронию, что если сейчас так посмотреть за высказываниями наших политиков, то вот если так компьютер бы анализировал, что они говорят, он бы выдал, наверное, что в качестве стратегической цели это чемпионат мира по хоккею среди юношей и строится нового стадиона. Ну, подождите, это не может быть стратегией. Это вообще задача, ну, которую я бы активно не обсуждал. Потому что для общества важнее школы. Школы переполнены, школы перегружены. Надо срочно, в особом порядке. Потому что, опять же, эта проблема есть для большинства городов, но для Новосибирска, она, сохраним ли мы этот потенциал или потеряем. Поэтому тут, ну, это должен быть безусловнейший приоритет. У нас не хватает очень многих медицинских центров. Это тоже качество жизни. У нас требуется новый онкологический центр. У нас до сих пор нет ни одного перинатального центра. В Казахстанском крае их три на то же население. У нас ни одного. Здесь требуется очень серьезная модернизация больниц скорой медицинской помощи. Потому что все равно большой город, это много травм, это несчастные случаи, это острые ситуации. А сегодня и оснащение, и самое главное, кадры уже в больницах скорой помощи не достает. Поэтому... Смотрите, секундочку. Вы можете посмотреть мой репортаж из 34-й больницы, как там никак не достоят новый корпус, а в коридорах койки стоят. Иллюстрация. Но при том, материальная база больниц скорой помощи в мое время была не самой лучшей. Но все-таки в то время были врачи. Были... И я мог уверенно там везти там ребенка, внука, там больницу скорой помощи. Я понимал, что там есть опытнейший травматолог, хирург, кардиолог. Сейчас из-за тяжелых условий, из-за развития негосударственной медицины очень многие ушли. И чтобы восстановить скорую медицинскую помощь, нужны очень большие усилия. Не только материальная база, но нужны и кадры, нужны и там очень много новых подходов. Но вам возразят, что это областная тема теперь, не городская? Так вот, город и должен попросить ряд полномочий. Может быть, медицинские там стационарные центры это субъект. А вот, например, поликлиника, работа скорой медицинской помощи, я обижался, это все-таки функция муниципальная. И я немножко работая в мэрии, всегда Анатолий Евгеньевич советовал, езжай утром в поликлинику. Так это не наше. Но это людей беспокоит. Они где-то попасть не могут, они где-то там не могут найти понимание, где-то сталкиваются с грубостью, хамством. Ты должен быть там, ведь тоже я всегда спорю, нельзя мэра формировать, нельзя идти на выборы с анализом тех полномочий, которые сегодня есть у мэра. Нужно исходить из того, что Новосибирск, опять же, он в этом уникален, он сохранил прямые выборы мэра. Если тебя избирает все население, ты представляешь их интересы, должен бороться за их интересы во всем. В полиции, в медицине, в науке. Да, это все вроде не твое, но так и в наше время было. У нас была уже частная энергетика, а у меня каждый день начиналось, сколько вагонов угля мы привезли, и как рассчитаться за этот уголь, как сделать так, чтобы город не замерз. и я приезжал там вечерами, ночами в отделение полиции, смотрел, в каких условиях работают люди, которые обеспечат безопасность, как права людей там обеспечат. То есть нужно быть везде и во всем, раз ты избран жителями этого города. Поэтому вот об этом бы я с вами говорил. И в то же время, конечно, я бы сегодня и ко всем участникам этого списка бы обратился, соберитесь, поговорите, что может быть вы найдете какую-то платформу, какую-то основу, чтобы объединиться, чтобы все-таки люди не голосовали от обратного, но по многим-многим направлениям, кто мне где-то понравился улыбкой, кто-то понравился каким-то технологическим креативом, а все-таки шли на выборы с пониманием вот этой большой ответственности, потому что город, он должен иметь самостоятельную политику, город должен развиваться настолько системно, комплексно и правильно, чтобы людям хотелось здесь жить, чтобы власть была во всем предсказуема, когда нет стратегического аспекта, инвестор, гражданин, человек, он не знает, что будет через 5-6 лет, а следовательно, не так точно, неправильно, неэффективно строить свои планы. Я сегодня вижу очень многих молодых людей, которые находятся в растерянности, вроде уж в таком городе, мы не Карасук, не Барабинск, мы не маленький какой-то там шахтерский городок, здесь столько науки, столько там бизнеса разнообразного, и тем не менее люди теряют какой-то ориентир на будущее, они должны точно знать, каким Новосибирск будет через 10 лет, через 20 лет, как они себя здесь могут реализовать, в чем их конкретно миссия, вот что изменить, вам в журналистике, там, может быть, там, в каком-то информационном пространстве, потому что тоже люди должны видеть разные точки зрения, люди должны активно участвовать в выработке политической повестки, социальной повестки, инвестиционной повестки, что, где, как строить, как развивать, поэтому у каждого человека должна быть своя ответственность, я часто подчеркиваю, что главным субъектом развития является не государство, не губернатор, не мэр, главный субъект это гражданин, это гражданское общество, это человек, и вот создать такие условия, чтобы человек почувствовал свою нужность этому городу, вот как это бывает в дни города, что это для меня, что это мой город, что я не могу без этого города жить, вот если такое настроение будет, если кандидаты будут стараться это настроение в Новосибирцах пробуждать, формировать, тогда я верю во все, чем жил, чем живу, чем надеюсь буду еще жить, еще раз хочу пожелать новосибирцам и в этой политической работе, потому что выборы это не только работа кандидатов, выборы это работа каждого гражданина, каждого новосибирца, я желаю им ответственно выполнить эту работу. Виктор Александрович, ну еще пару минут, секреты, вы много выборов прошли, трудных выборов, вы человек опытный, мало таких в Новосибирске найдется, кто, наверное, не найдется, кто столько прошел, насчет секретов, как побеждать, вот в прошлый раз, пять лет назад, вам приписывают заметную роль или какую-то роль в том, что кандидаты, оппозиции объединились вокруг одного кандидата и он выиграл, там можно, конечно, обсуждать, кто выиграл, он выиграл или Знатков проиграл, Локоть ли выиграл либо Знатков проиграл, тем не менее, это было очень важным фактором и может быть единственным фактором для победы. Как вы полагаете, теперь через пять лет, а вот Иоанна Васильевна. Здравствуйте, здравствуйте. Бегу проверять фестиваль цветов Центрального парка. В прошлом интервью мы говорили о бане Васильевне. Так вот, возможно ли, как вы полагаете, осталось три месяца среди этих кандидатов видите ли вы кого-нибудь или возможно какой-нибудь другой или вообще теоретически сейчас возможно ситуация повторения, когда оппозиционные кандидаты объединятся и кажется, только это может быть условием победы или могут быть какие-то еще? Нет, конечно, ну, вот так устроена психология человека, что часто на таких вот выборах голосуют не столько за, сколько против. И действительно, потенциал голосов против, он большой, потому что время тяжелое и люди, я думаю, весьма скептически оценивают, как развивается Новосибирск и они настроены, готовы. Почему я и говорил, что для действующего мэра очень важно дать сигнал, что он готов к переменам. Поэтому такой потенциал избирателей есть. Но когда это голосование идет против, а участвует других там 10 человек, то это против распределиться, примерно равномерно распределиться на все 10. Будет 8? На 8. И это, конечно, не позволяет никаким образом выиграть. Я тоже там, вспоминая те выборы, я не хочу там приписывать себе какую-то роль в них. Я был тогда полпредом президента и никаким образом не участвовал в этом процессе. Но я думаю, что тогда действующие руководители допустили ошибку, демонстрируя стремление к снятию Ксензова. Думаю, что Ксензов забирает голоса у Знаткова. На самом деле, еще раз говорю, для действующей власти всегда избиратель распределяется очень просто. Я поддерживаю и я против. и здесь ошибочно было думать, что политическая партийность локтя оттолкнет людей, кто-то от Знаткова перейдет. Нет, я уверен, что если бы Ксензов был в избирательном бюллетене, у Знаткова повышали шансы, он мог тогда выиграть, потому что, опять же, тот потенциал людей, кто против действующей власти, против Юрченко, Городецкого и Знаткова, они бы проголосовали распределяем, делились бы голоса и действующей власти, может быть, хватило бы в однотуровом, тогда тоже были однотуровые выборы, но Ксензов снялся и фактически Антолий Евгеньевич локоть остался один, и поэтому тогда вот этот механизм сработал. Если бы здесь организованная позиция готовила бы какого-то очень авторитетного там кандидата политические партии бы там умерили бы там свои там амбиции, но тогда какие-то теоретические шансы могли быть. При этом надо еще понимать, что Анатолий Евгеньевич, будучи лидером коммунистической партии, он и здесь мобилизует достаточно большой процент голосов, чего нельзя сделать представителям других политических сил, тем более Единая Россия не участвует, фактически ну какой-то партийный политический электорат могут собирать сегодня практически две партии, поэтому мне кажется, что у Анатолия Евгеньевича очень там большие возможности, большие шансы получить поддержку новосибирцев, победить, но повторяю, еще раз говорю, всегда вторые выборы сложнее, чем первые. Я иногда там напоминаю коллегам, первые мои губернаторские выборы были теоретически невыигрываемые, там нельзя было выиграть в 99-м году, такой был набор кандидатов, что это было скорее участие из-за невозможности продолжать работу там с действующим губернатором в качестве мэра и казалось бы вторые выборы в этом плане легче, нет такого состава кандидатов и тем не менее они были для меня гораздо сложнее, потому что это был отчет, это был референдум, а ведь нельзя жизнь изменить за четыре года, нельзя изменить настроение людей даже за короткий период времени, невозможно было за те четыре первые года работы дойти до каждого человека и ответить на его запросы, поэтому было очень непросто, так и здесь, поэтому очень важно сегодня не просто там сходить на первом раз, ты можешь критиковать все и вся, но в то же время более ясно, более точно представить горожанам, новосибирцам свою программу действий в будущем, показать свою открытость, показать свою готовность обновить команду, потому что где-то вызывают неприятие какие-то отдельные люди, какие-то структурные построения, поэтому все это мэр должен хорошо чувствовать и прийти с этим новосибирцам. Последний вопрос немножко провокационный, если, как это, знаете, социологи говорят, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, и предположим рядом с фамилией Локтя, были бы еще вот, например, вот эти восемь фамилии, вот я сейчас их снова покажу, вы бы уже на сегодня определились, как вы будете голосовать, пойдете ли на выборы, или какая была ваша ситуация, можно не отвечать, Владимир Александрович? Нет, на самом деле, ну, я всегда стараюсь на выборы ходить, и даже если там, как-то не совсем мои кандидаты, все равно на выборы надо, надо идти, надо участвовать, поэтому, вот, если бы это было воскресенье, для меня очень важна была вот сегодняшняя пятница и суббота, если бы я услышал, наверняка будет много там эфиров, и много прямой речи действующего мэра, если бы я услышал от него вот эти какие-то новые задачи, новые подходы, стремление к обновлению, понимание необходимости обновления, я бы проголосовал за локти. Понятно, большое спасибо, Виктор Александрович. Спасибо вам. Я очень вам признателен, я так понимаю, мы с вами еще увидимся и до выборов тоже, будет шанс, да? Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Давай, звони.